Всем привет! У меня сейчас 1 января, время полдень и я выполняю свой 34-часовой длинный отстой. Поэтому мне хочется снять что-нибудь на улице, что-то показать, но, к сожалению, я не могу этого сделать, потому что за окном сейчас 18 градусов мороза и пальцы дубеют буквально за полминуты. Поэтому я сниму видео с ответами на вопросы, которые вы мне задавали, а их накопилось достаточно немало. Также меня просили делать видео более длинными. Окей, те видео, они были такие пробные, поэтому хотите подлиннее, не проблема. Так, сейчас посмотрим, какие вопросы мне задавали подписчики. Первый вопрос. Как ты уехал в США? Ну, уехал я в США достаточно просто, по гринкарте. Как я ее получил? Выиграл в лотерею. Вы все знаете о лотерее гринкарт, где просто заполняешь заявку, подаешь анкету, проверяешь через несколько месяцев результат, и я так и сделал. Я заполнил заявку в октябре, проверил результаты в мае, и я выиграл абсолютно с первого раза, абсолютно не напрягаясь. Может, это была случайность, может, нет, не знаю. Но я получил свою гринкарту именно так. Следующий вопрос. Как получить гринкарту? Есть несколько способов получить гринкарту. Первый, как я уже рассказал, выиграть в лотерею. Второй способ через брак. Третий способ пробовать делать что-то через просьбу о политическом убежище. Еще один способ, это через инвестиции. Насколько я помню, нужно инвестировать около полумиллиона долларов в экономику США, и тогда можно получить гринкарту. Еще есть способ через рабочую визу. Ну, если вы совсем исключительный специалист, то ваш работодатель может ходатайствовать о гринкарте. Но это сделать крайне-крайне сложно. Возможно, есть еще какие-то способы, но я о них не знаю. И, если честно, подробно рассказать про них я не могу, потому что я не иммиграционный адвокат. Если кого-то интересует политика или как остаться после туристической визы, или после G1, work and travel, это все вы можете узнать сами где-то через интернет или спрашивать у других людей. Я, к сожалению, в этом деле помочь ничем не могу. Следующий вопрос. Почему ты решился именно на дальнобой? Ну, здесь несколько причин. Я всегда любил американские грузовики. Я играл во всю серию игр 18 стальных колес. Я играл в American Truck Simulator. Я играл еще в дальнобойщиков первых и вторых тех самых российских старых дальнобойщиков. Поэтому эта тема мне довольно приятна. Следующее. В эту сферу здесь достаточно просто влететь. Не нужно тратить очень много времени, очень много денег, чтобы начать работать в сфере дальнобоя. Достаточно просто получить CDL, затратить несколько недель времени, несколько тысяч долларов, и вы готовы к работе. При относительно небольших затратах у этой сферы довольно-таки хорошая отдача. Неплохие зарплаты. Следующее. Я хотел объездить все Штаты. Понятно, что я не могу гулять по городам, рассматривать достопримечательности. Но, тем не менее, что-то я увидел. Я побывал на Ниагарском водопаде. Я побывал в Мексике, куда я сходил пешком. Постоянно вижу интересные пейзажи за окном. Что-то могу фоткать, что-то могу снимать на видео. Мне это прикольно. Мне это нравится. Следующий вопрос. Бывают ли поломки на трассе, и как ты с ними справляешься? Если поломка такая, что ехать нельзя или просто невозможно, то диспетчер высылает эвакуатор. Эвакуатор забирает мой тракт. Неважно, он с трейлером или без, груженный, пустой. И этот эвакуатор тянет меня на ближайшую, какую-нибудь зону ремонта. На ближайший сервис или на ближайший терминал Шнайдера, где есть уже ремонтная мастерская. Если поломка такая, что ехать можно, как только я доезжаю до ближайшего Шнайдеровского терминала, я посещаю мастерскую. Были ли у меня серьезные поломки на трассе? Пожалуй, серьезных поломок нет, но пару недель назад я словил огромную ледяную глыбу в свое лобовое стекло. Она упала прямо с моста. Я ее не видел. Я не видел, как она летела где-то спереди или сбоку. Она реально прилетела просто внезапно сверху, и она ударила ровно посередине стекла. Довольно-таки сильно разбила обе половинки. Она не прошла насквозь, дыры не было, но несколько осколков стекла в салоне я нашел. И стекло играло. Его можно было очень легко выдавить. Я просто съехал на самую ближайшую стоянку, и я ждал два дня, пока мне привезут и поменяют новое стекло. Потому что это случилось в субботу утром, а компания, которая занимается стеклами, она работает только понедельник по пятницу. Ну, именно в том регионе. Может, в других по-разному. Это случилось в штате Вирджиния возле города Ричмонд. Следующий вопрос. Пробеги и оплата за мили. Пробеги бывают очень разные. В худшем случае в день может получаться 200-250 миль. Это если коротенькие загрузки, если ездишь в таких зонах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, постоянно стоишь в пробках. Самые большие мои пробеги за день 620-630 миль. Это случалось на рейсах из Южной Дакоты в Техас, из Техаса в Южную Каролину, когда рейсы длиной более 1000 миль. Ты просыпаешься, и все, что тебе нужно делать в течение дня, это просто ехать. 10-10,5 часов подряд по свободной трассе на круиз-контроле 63 мили в час, как у меня установлен ограничитель. В такое время можно делать довольно большие пробеги. Мой рейд пока 36 центов за милю. Это довольно маленький рейд, потому что я новый водитель, неопытный, у меня маленький стаж. Ну, будет больше. Следующий вопрос. Медстраховка и условия, бенефиты. Если честно, не знаю. Нам дали огромную кипу бумажек, буклетиков, книжек по поводу различных там бенефитов и страховок. Некоторые из них такой толщины. И мне нужно потратить несколько недель просто посидеть и поизучать все эти бенефиты. Я еще к этой системе не привык, потому что в Беларуси вся медицина, она бесплатная. Ну, если хочешь качество получше, можешь просто пойти в частную какую-то клинику, заплатить деньги, и тебе все сделают. Здесь же куча планов, дедактабл, какие-то там бонусы, очень много всяких зависимостей. Я в этом вообще не разбирался, и я не в курсе. Моя медицинская страховка, она самая простая, обычный план, и я даже вообще понятия не имею, сколько он там стоит, и что дает. Я взял эту страховку просто для галочки, потому что ее берут все остальные водители. Следующий вопрос. Загрузки, их количество, и количество работы. Сразу могу сказать, что грузов намного больше, чем водителей. И вот я два дня назад забирал груз, у которого был дедлайн на отправку, 22 декабря. Представляете? Целую неделю груз стоял уже за чертой дедлайна, потому что не хватало водителей, которые бы могли его забрать. Работы очень много, ее не нужно искать, она тебя ищет сама. Следующее. Кто-то из подписчиков просил снять заправку, как я заправляю свой трак. Я постараюсь это сделать, но не обещаю, потому что это довольно грязный процесс, и я не хочу вымазать камеру в солярку. Может быть, я ее просто закреплю на боковое зеркало, сниму сам процесс со стороны, а позже прокомментирую. Не знаю, посмотрим. Ну, я что-нибудь обязательно придумаю и попробую сделать. Следующий вопрос. Работа в Тиме. Водители, которые работают в Тиме, сказали, что оплата у них 25 центов за любую милю. Не важно, ты едешь или находишься в спальнике, ты получаешь 25 центов за любую милю. Пока один едет, находится за рулем, второй человек, он может находиться в спальнике, и в это время по статусу он может быть off-duty, то есть как бы вне работы. Он может отдыхать. Следующий вопрос. Как устроиться без опыта работы? Опять же, без опыта устроиться довольно просто. Нужно лишь найти компанию, которая предоставит какой-то минимальный тренинг, какое-то обучение. Таких компаний много. Вот две основные, самые большие, это Swift и Schneider. Они берут любого человека абсолютно без опыта. Если у вас нет CDL, они помогут его сделать, они оплатят обучение, проведут orientation. Это так называемый тренинг. Он обычно длится там от двух до пяти недель, и вы затем уже выйдете на дорогу. То есть найти работу без опыта не проблема. Если вы ее будете искать просто самостоятельно, в каких-то компаниях попроще, поменьше, где оплата довольно высокая, вы столкнетесь с трудностями, потому что страховые компании не хотят страховать таких молодых водителей. Но если компания огромная, там 10 тысяч траков или больше, то это абсолютно не проблема. Следующий вопрос. Как я отмечал праздники? Я отмечал праздники в работе. Все праздники. Когда был День Благодарения, я ехал. В свой День Рождения я ехал. Многие меня поздравляли ВКонтакте, спрашивали, что ты там делаешь, как ты отмечаешь уже. Нет, ребята, я не отмечал День Рождения. Я работал. Я в тот день проехал где-то 610 миль. И просто я очень устал. Я лег спать. В Рождество я работал. У меня был груз. Я ехал. Новый год тоже, по сути дела, не отмечал. Я работал. Но единственное, я вот встал на этот трекстап, чтобы сделать свой длинный отстой. Через дорогу было заведение, типа буфей. И в новогоднюю ночь стоимость составляла 15 долларов. Я заплатил 15 долларов, и я мог кушать в любом количестве, что захочу. Никаких там резерваций, столиков за 100 или 200 долларов, как у нас на родине, в Беларуси, в Минске. Было достаточно много людей, но свободные места все еще оставались. Поэтому я очень хорошо и плотно покушал. Конкретно на саму новогоднюю ночь я не оставался. Я хотел спать, и плюс мне нужно было протопить кабину, которая остывала достаточно быстро. Я не хотел там задерживаться на несколько часов. Поэтому я вернулся, и я лег спать. Следующий вопрос. Стану ли я owner-operator? То есть куплю ли я, в конце концов, свой трек, и начну ли я работать сам на себя? Мне нужно получить какие-то навыки, получить какой-то опыт при работе в компании, чтобы узнать, как вообще устроен этот бизнес, какие здесь есть подводные камни, чего следует ожидать. Мне нужно еще много чему научиться. Я не знаю, если вдруг я когда-нибудь решусь остаться в этой стране на более долгий срок, если у меня появится семья, и мне нужно будет ее обеспечивать. Однозначно да. Я сделаю железно все для этого. Поэтому, конечно, я куплю свой трек, я буду ездить на локале, чтобы ночевать каждый день дома. Если меня на это вынудит жизнь, и моя будущая семья, я сделаю абсолютно все, чтобы она ни в чем не нуждалась. И последний вопрос, на который я сегодня отвечу. Как получить CDL? Вопрос самый длинный, поэтому я его оставил напоследок. Получить CDL здесь можно несколькими разными способами. Первый способ – это просто пойти в DMV, взять книжку, Commercial Driver Handbook, выучить ее, вернуться опять в DMV, сдать теоретический тест и получить Commercial Learner Permit. Это такая карточка, которая позволяет вам водить трак, когда рядом с вами сидит человек опытный, у которого уже есть CDL. Далее вы учитесь ездить на траке, и вам нужно вернуться в DMV, сдать площадку и сдать вождение в городе. Почему этот вариант достаточно сложный? Потому что для сдачи всех экзаменов вам нужен трак, который нужно где-то взять. За это многие компании требуют большие деньги. Ну, вы можете найти кого-то из русскоязычных людей за тысячу, за полторы тысячи долларов. Может, и бесплатно. Это все зависит от того, как вы договоритесь. Следующий вариант – это русская школа CDL. Я расширю понятие, скажем так, русскоязычное. Как большинство из них работает? Примерно за пару дней вас научат ездить на траке, натаскают на ответы по тестам. Затем вы точно так же пойдете в DMV, сдадите тест на пермит и сдадите вождение. Скорее всего, уже в самой школе. Это стопроцентная гарантия. Сидел в русскоязычной школе, выдадут кому угодно. Вы потратите от полутора до нескольких тысяч долларов. В чем минус такого пути? Если всплывут негативные факты о школе и ее вдруг лишат лицензии, то, скорее всего, все CDL, которые были получены через эту школу, их аннулируют. Тогда вам придется все сдавать заново. Я выбрал американскую школу как последний, третий путь. Я не думаю, что такие школы, которые готовят водителей для крупных компаний, они нарушают закон и их могут легко лишить лицензии. Самый дорогостоящий вариант. Но в американской школе обычно от трех до семи тысяч долларов может стоить обучение. Мое обучение длилось месяц плюс еще три недели тренинга на терминале. Поэтому этот путь самый длинный. Что хорошего в этом пути? Учат работать с документами, учат делать много разных вещей, которые в русскоязычной школе вам просто никто не покажет. Я постарался кратко ответить на тот список вопросов, которые вы мне прислали. Если я где-то что-то упустил, что-то забыл, что-то рассказал неправильно, обязательно пишите. Пишите в комментариях, пишите в личку. Я очень хотел бы снять что-нибудь и показать на улице. Я обязательно постараюсь это сделать где-то в другом месте, где будет теплее. Всем огромное спасибо за внимание и просмотр. Надеюсь, очень скоро я сниму что-нибудь еще и мы с вами увидимся. Вот на сегодня это все. Всем пока! С наступившим 2018 годом! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!